Приветствую вас, уважаемые коллеги! Сегодня вашему вниманию я хочу представить доклад по священной теме возможных ошибок на признанной дача ортодонта. В роли докладчика выступил студентка паникологического факультета 4-го курса седьмой группы Долгова Людмила Владимировна. Актуальностью нашей работы является то, что в настоящее время большое внимание уделяет на физической красоте, поэтому ортодонтическая помощь становится неотъемлемой частью в современной стоматологии. В связи с появлением разнообразных материалов, также новых технологий, увеличивается вероятность ошибок и осложнений на всех этапах лечения. Поэтому с целью предупреждения этих проблем дач должен всегда совершенствовать свои профессиональные знания. С целью исследования будет являться определение наиболее часто встречаемых ошибок и осложнений совершаемых или встречаемых врачом на всех этапах ортодонтического лечения. Задачи, которые были поставлены в нашем исследовании, это определение основных ошибок, совершаемых врачом на всех этапах ортодонтического лечения, а также выявление осложнений, которые встречаются в процессе ортодонтического лечения. В процессе исследования был проведен анализ отечественной и зарубежной литературы за последние 20 лет, а также здесь соматизирована информация об ошибках и осложнениях, возникающих в процессе ортодонтического лечения. Изучая литературу, стало очень видным то, что ошибки можно совершить во время сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболевания пациента, поэтому на начальном этапе необходимо тщательно собрать жалобы, анамнеза жизни пациента, выяснить о наличии соматической патологии, а также внимательно провести осмотр. По данным социологического анализа НОТК в 2013 году было выявлено, что порядка 94% пациентов были уверены в необходимости поведения лечения. Около 55% нерослов в прошлом уже имели опыт ортодонтического лечения, а 44% о прошлых пациентах не были удовлетворены результатами прошлого лечения или имели рецептатологию. При планировании лечения врачу необходимо обратить внимание на социально-материальный фактор пациента. Вансур провела исследование, в результате которого было выявлено, что около 60% от общего числа опросных респондентов могут позволить себе ортодонтическую коррекцию, но материальные затраты на данную услугу будут ощутимы. Для 3,8% оплата лечения оказалась серьезной финансовой проблемой, а ортодонтическое лечение не будет являться серьезной расходной статьей в бюджете для 36% человека. Также следует отметить то, что неправильный интерпретатель результат в дополнительных методах диагностики во многом создает трудности в правильной постановке окончательного диагноза и обуславливает ошибки в лечении. Важно соблюдать режим дозирования ортодонтической нагрузки, направление действия ортодонтической силы, а также не использовать слишком большие силы для перемещения зубов. Это может привести к резорции костной ткани и корней зубов, как он может быть на представленном слайде. Также в результате таких ошибок может возникнуть повреждение слизистой оболочки ротовой полости, рецессия и бисни. Здесь на представленном слайде видна резорция корней зубов на фоне такого аутоиммунного заболевания, как сплэридерминия. В начале лечения очень важно сменить уровень гигиены полости рта пациента. Недостаточные гигиенические мероприятия способствуют большему накоплению трудного налета и возникновению от болезней заболеваний слизистой оболочки. По данным исследования Кабачик, уже через один месяц в ортодонтической лечении происходит значительное увеличение индекса 3 млн примерно в 3 раза и индекс эффективности гигиены полости рта также в 2,5 раза, что свидетельствует о снижении уровня гигиены полости рта у ортодонтических пациентов. Длительное ношение ортодонтических систем создает благоприятные факторы для крейсогенной ситуации, которые в дальнейшем приводят к очагово-доминирализации, изменению цвета, поверхностным дефектам твердых тканей и появлению кариеса. На представленном слайде вы можете увидеть креозные поражения твердых тканей львов. Применение эластических лигатур, а также самолигирующих металлических брекетов будет сопровождаться изменением микрофлоры полости рта, что будет увеличивать те или иные штаммы. Продолжительное его действие ортодонтических конструкций в сочетании с накладных агентов способствует воспалению тканей львов и слизистой оболочке ртовой полости. Использование ортодонтических конструкций в процессе ортодонтического лечения приводит к давлению к бактерицитарным системам и снижению синтеза альфа-дезинфектантов и увеличению провоспалительных кистокинов. Следует отметить, что при перемещении депультированных зубов необходимо учитывать и то, что скорость их передвижения в 1,5 ткан быстрее, чем у витальных зубов. Более того, депультированные зубы менее поддержаны резорцией корни. Грубые манипуляции при полировке и шлифовке твердых тканей львов могут приводить к появлению царапин на эмале, травматическому пульпиту, возникновению деперестезии и повреждению физической оболочке. Ряд акторов выявили связь между процентным соотношением рецидивов и продолжительностью ретенционного периода. В исследовании Казанцевой все пациенты были разделены на две группы. Первая группа пациентов использовала лингвальный ретейнер и индивидуально изготовленные ретенционные капы для ночного использования. Вторая группа пациентов была разделена на две подгруппы. В результате было выявлено, что первая группа пациентов, которая использовала ретенционные аппараты, рецидив патологии встречался практически в 7% случаев. Во второй группе при использовании пациентами одного деперетенционных аппаратов в 40% случаев наблюдался рецидив ортодонтической патологии. Наиболее сложными считаются пациенты из гнатической формы патологии, ликусом, который вместе с ортодонтической коррекцией проводит хирургическое лечение аномалии. Осложнения, которые можно встретить до операции, во время операционного вмешательства, а также после операции, вы можете увидеть на представленном слайде и в виде таблицы. При заполнении медицинских карт также возможно допущение большого количества ошибок, в результате которых врач будет нести юридическое ответствие. Следует отметить, что несоблюдение пациента врачебных рекомендаций также грозит возникновению осложнений во время и после ортодонтического лечения. Преанализировав отечественную и зарубежную литературу, можно делать вывод о том, что врач-эртодонт может совершить ошибки абсолютно на каждом этапе лечения, начиная со сбора жала пациента и заканчивая этапом изготовления ретенционного аппарата. Осложнения, встречающиеся как во время ортодонтического лечения, так и после него, случаются не только по вине врача, но и в результате несоблюдения пациента врачебных рекомендаций. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова